Привет бойцы, с вами как всегда пламбер и сегодня в этом выпуске мы посмотрим что же нового добавили во вторую часть бета теста Какие новые карты мы сможем увидеть в сетевом режиме, так что друзья садитесь поудобнее, ну а мы начинаем Ну что ж друзья, добавили две новые карты, это карта шипмент и карта терминал Об этих картах я уже говорил очень давно, я думал что добавят где-то в восьмом сезоне игры Call of Duty Mobile, но добавят в девятом сезоне Так что друзья, давайте залетим на терминал и посмотрим Ну по ощущениям друзья, карта таки довольно обширная, здесь вам есть и самолеты, здесь вам есть и здания, приятный звук двигателя Очень интересно сделано и довольно таки неплохо она перешла с ПК версии в мобильную Вот такая вот прикольная карта, мне понравилась, действительно понравилась и я не смогла Не знаю, мне кажется, скорее всего, она зайдет нам в рейтинговую игру. Ну, посмотрим, как оно что будет. Ну, а мы давайте посмотрим на вторую шипмент. Такое вот прикольное начало боя. Я взял себе новую турель в серию очков. И мы посмотрим, что же выйдет и как лучше, и где лучше, вернее, поставить ее, для того, чтобы в этой карте она действительно была имбой. Очень классная вещь. И, как вы видите, я поставил турель так, чтобы были в просмотре две стороны, с которой, возможно, придет враг. Ну, в общем, вот такой вот бой, конечно же, не хватило немножечко. Так бы, наверное, всю катку прокатал бы на этой турели. Дамажил бы клиентов, так сказать. Ну, и посмотрим, что добавили еще. Добавили, смотрите, добавили термитную гранату. Я пока не брал, как она что работает, вам не расскажу. Но, я думаю, прикольная вещь. И, как бы, для разнообразия это вполне годная тема. Также, друзья, посмотрите здесь, каких мы персонажей увидим в новом сезоне игры Call of Duty Mobile. Сезон будет в военной тематике. Естественно, здесь мы увидим и героев в такой тематике, как и старых, так и новых. Новое оформление, как мы видим, и костюмизация. То есть, здесь мы сможем одеть нашего героя. Пока доступны только рюкзак, а дальше там видны шлем можно какой-то одеть и костюм. Ну, будем смотреть, что будет дальше. Вот такая вот прикольная тема. Друзья, ну а теперь давайте перейдем в королевскую битву и посмотрим, какое же нас там ждет оружие. По оружию вот такие вот штурмовые винтовочки. Также одна снайперка. Я не знаю, почему убрали Артику. Вот такой вот пулемет. Ну, в общем, много чего убрали. И то, что осталось, я вам показываю. Но это не точная информация, потому что я на платформе, допустим, встречал HBR-A3. Ну, посмотрим. Друзья, что же нас будет ждать в королевской битве? А в королевской битве довольно-таки большие изменения. Как и в оформлении, так и в том же оружии. Как мы помним, раньше мы собирали лут как? Вот есть, да, у нас, допустим, удлиненный ствол, он был определенного цвета. То есть, самый лучший цвет, он-то у нас был золотой, да, допустим. Так же и здесь. Теперь не будем мы так бегать лут собирать, а будет определенного цвета оружие. То есть, если белого, там будут один стоять модуль, допустим. Да, если другого цвета будет лучше, лучше, больше, больше. Самый большой, это будет золотой цвет. То есть, там все модули будут улучшенные стоять. И, естественно, оружие будет шикарно себя вести. Так же здесь, опять же, в королевской битве, мы будем собирать перки. И, опять же, начиная с цвета, самый худший белый, потом идет там зеленый, синий, фиолетовый и так далее, и золотой, да. Вот тоже перки нам будут какие-то способности давать. Вот по поводу класса хакер. Довольно-таки непонятный класс, потому что я не ощутил вообще ничего. Мне кажется, это класс, да, определяет, сколько рядом противников, да, где-то у них на радаре тушится все это, не показывает, что ты рядом и так далее, и так далее. Потому что я больше ничего не увидел, что он как-то что-то как-то выделялся. Для меня этот класс, он вообще ни о чем. Так же, что по поводу дропа. Будем в дропе собирать те же, да, класс, вернее, не класс, а перки улучшенные. Как в дропе еще выбрать оружие, вы увидите в этом видео. Так же, друзья, появились пластины. Как вот в Warzone, кто играл в Warzone, да, видят, что пластины добавляются, когда броник поврежден, добавляются пластины. В нашем случае это добавляется, когда у нас третий броник, да, и немножко нам хпшки вынесли на нем. Мы можем, допустим, достать эту же пластину и заменить. Вот такая вот прикольная насчет этой темы, да, она прикольная насчет оружия, вот эти цвета, вот улучшенное оружие, я не знаю, мне как бы ни о чем. Мне кажется, было интереснее, когда мы собирали удлиненный ствол, магазин, была как-то немножко ярче игра. Сейчас, ну не знаю, мне она не залетела, вот это движение. Вот такие вот новости, друзья. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новых событий, новостей игры Call of Duty Mobile. Также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Ссылку я оставлю в описании. Ну, а с вами был, как всегда, Пламбер. Всем крепкого здоровья и до новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok